Мы остановились на третьей кампании, на самой первой миссии третьей кампании. Познакомились с очаровательной главной героиней. Меня зовут Эмилия, она маг. Она помнит еще старый мир, ее там спас, помните, в стартовом ролике Ангел. Вот она повзрослела и начинает колдовать. Колдует, колдует. Сразу мы нашли имбу дикую. Ну, не сразу, ладно. А не спустя какое-то время. А именно иллюзии, которые творят джины. Вот, иллюзии танкуют хорошо, стреляют хорошо. Ну, то есть, в них вообще минусов я не вижу. Вот, именно. Во! Класс улезионистов чаще доступны навыки магии. Порядка, тактика, улезионисты получают 20 к иллюзии. О! К эффекту направления заклинания и створения иллюзий. Растет, девочки. Растет, молодец. Старается. Так, ну здесь, опа! А тут герой проявился вражеский. Откуда ты взялся? И он идет нападать, гад. Ой, семь птиц. Ай-яй-яй-яй. Семь птиц это проблема. Проблема. Это вопрос, вопрос, вопрос. Прям. Ладно, посмотрим, что дальше. Кстати, иллюзионист действует... На джинов не распространяется вот эта вот тема. Иллюзионная. Если только на героя получается, да? 64. Не то, чтобы близко было, но это был ненужный риск абсолютно. Титаны! Титаны! Город-то мы захватили. Так, а задача у меня троих убить, да? А держите победу над остальными игроками. И мы берем заклинание четвертого уровня. Общее замедление. Масло! Оно же масло в простонародье. Аааа, хорошо! Вот они пошли. Вы медленно касаетесь святыней обеими руками. Энергия струится через вас в шуко же, обволакивает тело. Порядок, чьи силы тут царствуют, наполняет вас. Вы убираете в комнате и постигаете заклинание. Общее замедление. Общее замедление. И зявы. Дааа! Магия порядка, второй уровень. Ооо! Ооо! Еще магия порядка третьего уровня. Ооо! И замок еще один. Ооо! Нет, замок простой. Главное здесь... Это кто такой? Халфлинги, да? Полурослики. Посмотрим, что здесь есть. Во-первых, в Мэджи Гилд, наверное, надо отстроиться. Вы захватили замок. Ой, впереди, смотрите, какая местность. Что у нас здесь есть? Оо, у нас тут гильдия отстроенная. Перевязать рану, лечение. Небесный щит. Страиваться там. Сейчас мы выскочим. Закупил, и хорошо, что он возвращается. И он даже как будто в атаку идет. Я не понимаю. Есть подкрепление. Фиговое. За подарок. Да, и сидит враг в... Очень опасный враг. Готовы? Амика говорит, у меня премиум кончился. Да, то ли сегодня, то ли вчера закончилась первая волна тех ключей, которые... Который Орел, кажется... Орел подарил. Так, что хочу? Песнь мира хочу. На кентавров. Такая сломанная вещь вообще. То есть, это настолько халява. Насколько это возможно. Заходи уже, что. Давай, восемь косарей. Семи вражеских армий с караваном. Ну вот он закупился-то, а какой. Можно на денежку себе караван тут за... Давай для начала убьем этого козла-кентавра. Гном офигел. Что-то пробегает мимо и все. Я думаю, надо забивать просто на... Захватывать замок и удерживать замок. Все. А он ломится ведь? Он ломится, пес. 11 рухов. У-у-у-у-у-у-у-у-у. Нет, это... Это, конечно, беда. Это, конечно, беда. Ладно. Хорошая новость в том, что он не закупится. Плохая в том, что город взят. А тут еще отряды. Как они плодятся-то, а? Откуда вас столько? И да, избежать ему. А сбегаешь, это значит, ты платишь деньги, но армия сохраняется. Ну и что мне делать с этим замком опять? Захваченным врагом побежал захватывать следующий. У меня еще три тистана умерло. Три, еще джинна шесть. Пять. Да! Потери, потери. И помним, что у нас в районе центра карты два вражеских героя. Блин, захваченный замок. А я только хотел вот отсюда двигаться дальше. Можно повыскакивать героями и мелочек поубивать ради там второго-третьего уровня. Опа! А тут уже титанов он отстроил. Что? Успел титанов отстроить. Герои траванули. Но у меня... Не уверен, что у меня лечение есть. Именно лечение, а не... Один тистанк, четыре джинна. И... Давайте посмотрим. Да, он отстроил, реально. Просто... У него столько ресурсов, что он просто за четыре хода отстраивает все. А у меня нет ресурсов, чтобы купить. Да, шесть титанов. Пять титанов. Но мы с вами берем орден дипломата. На дороге стояли два аристократа. Готовые вцепиться друг к другу в глотки. Вы поинтересовались у них, в чем причина ссоры? Они ответили, мол, дело в одной женщине. А-а-а, женщине, которую они любят. Ну, а она-то кого любит? Спросили вы. Задумавшись, они опустили свое оружие. Один из них отдал вам свой орден дипломата за мирное разрешение этого конфликта. Изи. Просто. Что? Два дипломата не смогли... Не смогли такую тему разрулить. А мы справились. Давайте я одного джина уберу, чтобы он собрал золото. Мы не теряли на это время. А главный герой подрезает нагрудник силы. Сверкание металла в лучах солнца привлекло ваше внимание к месту, где кто-то пытался спрятать что-то под большим валуном. Откопав и очистив от грязи спрятанный предмет, вы заполучили себе нагрудник силы. Нагрудник силы хорош всем. Например, у нас неплохой, который дает защиту 10-10 стрелковому и ближнему. А это дает 10-10, также увеличит на 10 атаку ближнему и стрелковому бою. Значит, урон добавляет. Хотя... И главное, палаточка. Палаточка, которая позволит нам пройти вот сюда вот. А, еще там артефакт валяться может вот здесь вот. Сами караваны бесплатные. Это хорошо. Все, ты тратишься разок на... О! Сегодня перед самым восходом... Мы не читали вообще сегодня от главной игры ничего. Перед самым восходом солнца возле лагеря объявился незнакомый человек, одетый в лохмоте. Когда я проснулась, стражники, охранявшие границы лагеря, привели его к моему шатру. Накинув на плечо одеяло, я вышла на утренний холод. Один из солдат доложил. Он пришел безоружным. Но у него было с собой вот это. Солдат протянул мне тяжелый кошелек. Открыв его, я обнаружила золото. Тысяча монет! Тысяча монет! Сказал солдат. Я взглянула на оборванца, стоявшего передо мной. Этот человек не смог бы раздобыть и двух золотых. Не говоря уже о небольшом состоянии, который лежал в его... кошельке. Он был посыльным. Я поняла это раньше, чем задала свой вопрос. Зачем ты здесь? Могу ли я передать вам послание наедине? Спросил незнакомец. Нет, у меня нет секретов от моих солдат. Ответила я. Ну что ж, решать вам. Посыльный медленно поднялся с колен и показал на кошелек в моих руках. Мне было велено доставить это вам. Я слуга лорда Лорна. Он предлагает вам заключить сделку, которая позволила бы положить конец стычкам между нашими армиями. Подняв кошелек, я спросила. Это подкуп? Называйте это как хотите. Но если мы сможем договориться о мире, мой господин обязуется ежегодно выплачивать вам лично эту сумму в десятикратном размере на протяжении всей вашей жизни. Не правда ли это будет гораздо умнее, чем рисковать своим богатством и жизнью в бою? Я не верила собственным ушам. Лорд Лорн пытался подкупить меня как какого-нибудь упрямого чиновника. Я не такая. Не желающего нарушать закон. Я бросила золото посыльному. А на самом деле у нас плюс тысяча золота все равно. Сейчас посмотрим, как развернутся события. Отнеси это лорду и передай, что меня не заинтересовало его предложение. Я не стану заключать союз с убийцей. Посыльный понял, что дальнейший уговор бессмысленный. Он бросил кошелек назад и произнес. Оставьте это себе. Если я принесу золото обратно, лорд Лорн решит, что я не выполнил его поручение и велит казнить меня. Я передам ему ваш ответ. Поняв, что меня нельзя купить, лорд Лорн непременно попытается употребить свое богатство на то, чтобы меня уничтожить. Что ж, я готова к этому. Сильно независимая. Все, все. Я не такая. Я жду трамвая. Молодец. Молодец. Мне уже симпатично это дам. Вижу палатку, которая позволила как раз этим врагам свободно проходить через эту заставу. Вижу перекресток и новый город. Город без героя. Тем не менее, надо это поисследовать. Скорее всего, я немножко... Ну, я разделюсь на следующий ход. Аааа, здрасте. И все-таки, все-таки мы выскакиваем, да? Красиво. Очень красиво. и зачем тогда интересно это место здесь то есть то есть то есть то есть я могу тут статы конечно повысить сделать быстренько а нет это же это уже нас другого типа замок продвигаемся сегодня я получила письмо с угрозами от третьего барона разоряющего эту землю этот кровожадный орк его а это кровожадный орки его имя джо клут джок джо брейкер воспитание не позволило бы мне прочесть эту оскорбительную записку слух так что я передала своему новому помощнику тарху и спросила что он об этом думает слышал я об этом джок луте это гном типа это было еще до судного дня он оставил армию килгера после неудачной попытки победить королеву катерину в битве потом он объявился в эрафии уже в роли разбойника он любит нападать на людей когда они особенно беззащитны я добавила беженцы рассказывали что он выигрывает битвы с помощью чудовищ никто не может противостоять им до попадешь на глаза такому чудищу и считай тебе уже нет чудище да наверно надо осаждать замок его не все поместились переманили разбойников куда же этих 10 разбойников то крестьян точнее поместить на 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 дракон миролюбие на птицу какие-то опасные птички птички об чем птицы по полетели я тоже не понял ладно неважно я такими вопросами провоцирую не специально вас погнали атакуют иллюзию первый пошел может быть кстати это и последний замок я не вижу и палатку вижу обычно они не не пытаются вот так ох там свора грифонов нормально развал без культуры напишется через с неплохо красиво улететь да так как у нас красный телепорт и вообще отправят интересно даже можно и туда и туда так будем ли мы перед тем как пойти на финал очку да не не будем я думаю мне хватит сил вижу золотую шахту золотую тракт ведущий куда-то чередей второго уровня мало мало третьего а в замке смотрите мало мало черных драконов мало 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 у так где же мне закупиться то еще насколько мало это много или нет насколько много мало да рада поставлю 23 ой о кажется уже немало так молот 2 сразу идет 2 это ладно тут не в этом проблема проблема в том что в замке меня ждет а в замке а в замке том давайте посмотрим сможем ли мы справиться с этой армией это явно финальный замок там сидит воевода 12 уровня там мало игру под черных драконов драконов медузы е-мое 160 медуз 600 орков как это брать кошмары подошли просто в лицо бах и сколько на десяток титанов ушло броня не броня вообще не важно но если я выиграю то исключительно иллюзиями и драконы полетели но 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 ответ поснимаю ровенья тоже хорошая тема ну иллюзии пытаюсь протанковать 7 дракона сейчас прилетят опять убьют мы дурочку труба дурочку чую-чую просто просто тварь 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 а я не могу и терять кажется были ну как так стеклодувочку ну нет у меня игра закончится после того как эта миссия закончится блин ну ё-моё ну ё-моё дракон подлец нельзя терять и кажется нет местный храм воскрешает героев что спасибо изи лук хороший 20 бери лук да зеленый минус победа близка удержите ваши города три дня на кстати зайти внутрь опыт дали атака у смотрите дракон за 8000 дракон 8000 золотых что в мэджи гильдии ускорение магическое это хаос убийца 4 уровня на 50 процентов у это что такая соль второй октавы уже было кажется молния инферно общий первый дезинтеграции что изи сердце или свободно от ненависти потому она стала великой королевой и выдающийся женщин это про меня ей свойственно было поступать справедливо со всеми даже с врагами подавить в себе вполне естественное чувство мести и проявить к врагу справедливость а позже и доверие немногие способны на это класс только колоритный голос такой не одержать победу над солим солим рам солим рам потерять эмилию над х и генерал тарк переходит на следующую карту сохранить все навыки 20 уровень и уровень чемпион а сложность какая ученик я думала что после победы над баронами разбойниками у меня появится шанс вернуться к нормальной жизни но я ошибалась в конце войны мы поняли что только объединение наших общин даст нам надежду на выживание поэтому предводители городов собрались чтобы выработать единую стратегию они согласились создать королевство основанное на принципах порядка и справедливости и поскольку это изначально была моя идея а также потому что я сумел заслужить всеобщее доверие они выбрали меня правителем новой страны класс гном тарк так это объяснил самого судного дня у них не было ни единого нас ни одного настоящего предводителя кроме тебя неужели ты ожидаешь что они поверят кому-то еще наверное я была слишком поражена чтобы осознать возможность отказа неожиданно я стала королевой маленькой страны носящий грозное имя великий аркан арканом хорошая игра мне также было дано новое имя эмилия night heaven ночные небеса но мы знаем английский чудо олицетворение порядка и безопасности во времена великой тьмы неожиданное развитие событий не правда ли вообще молодец для королевы мне следовало быть настолько же настолько же красивый насколько я была бедной и настолько же мудрый насколько я была самоуверенной о о однако все что у меня было это бедность серьезно еще разок для королевы мне следовало быть настолько же красивый насколько я была бедной а то есть настолько же мудрый насколько я была самоуверенной однако все что у меня было это бедность в них них неплохо неплохо а как же прекрасный принц. Если это была сказка, то довольно плохая, думала я. И несмотря на все это, я была Эмилией Найтхевен, королевой великого Аркануна. Вау! Как бы это ни пугало меня, это была не сказка. Это была правда. Прям такой молодец! Ой. Так, у нас тут башня магов недалеко. Гномы какие-то, полурослики непонятные. О, о, о! У нас же появился второй герой. Стоп, как я? Как, где? А, он в замке. Какого уровня? 11-й вы его... Ой, смотрите, да он же этот, казначей. Приносит в казну каждый уровень опыт. Фир, привет! Стараюсь. Присаживайся, нормальнимся. Пошляк! Мерзавец! Щеглы у нас в халфинге. Я думаю, четырех будет вполне достаточно. Ой! Королева! Прошло уже три месяца, а я все еще не могу привыкнуть к тому, что меня называют королевой. Услышав голос, доносившись из кроны дерева, я не сразу поняла, что обращается ко мне. Королева! Я работала в саду. С недавних пор это стало помогать мне отличиться от забот. Помогать мне отличиться от забот, связанных с созданием нового королевства. Взглянув вверх, я увидела попугая с ярко-синим... А? Королева! С ярко-синим оперением, сидящего на одной из нижних ветвей яблонь. Вы королева велик... Как? Блин, без по не хватает. Пястрый! Пястрый! Да, я тебе буду нормальничный. Вы королева великого аркана, не так ли? Спросил попугай. Сначала я решила, что птица повторяет заученные фразы, но вскоре заметила умное проницательное выражение в ее темных глазах. Это был необычный попугай. Да, я Эмилия Найтхевен, ответила я. Позвольте представиться, произнес попугай, сделав движение, напоминающее легкий поклон. Я Салимр Ибн Вали Барат. А, так мне тебя вольнуть надо, да? Преданный слуга Гевина Магнуса. Бессмертного короля Бракады. Бракады. Вам известно, о ком идет речь? Да, конечно. Всем известно имя Бессмертного короля Бракады. Я рад, поскольку это поможет вам с надлежащей серьезностью отнестись к тому, что мне поручено передать. Не сочтите за оскорбление, ваше величество, но по моему мнению, вы не очень. А, у вас нет происходящего освобождения и неопыта для того, чтобы руководить королевством. Что? Хотя я была отчасти согласна с тем, что сказала птица, сокол. Ее слова задели меня. Неужели нельзя поверить в то, что служанка Стеклодува может стать королевой? Мой хозяин послал меня к вам с предложением. Он высоко ценит все, что вы сделали для освобождения до земли от разбойников, объединения беженцев, старых королев, попавших после судного дня, в том числе из Бракады. Само собой разумеется, вы не останетесь без вонаграждения. И все же вы должны признать, что король Магнус наиболее подходящий претендент на трон великого Арканума, сказал Слим. У меня перехватило дыхание. Это было не предложение, это была угроза. Мало того, исходила она от легендарного бессмертного короля. В тот момент я не смогла придумать ничего лучше без помощной отговорки. У великого Арканума пока даже нет трона, сказала я. Ну кто бы мог... Что? Ну кто мог быть менее годен на роль королевы? Так, что там еще раз? А, ооо! Однако, если вы немедленно передадите мне командование армии, король Магнус сделает вас своей женой. И вы сможете править вместе с ним. Конечно, после того, как он построит трон. Наконец, гнев во мне держал верх над удивлением. Какая самонадеянность! Магнус не только рассчитывал на то, что я передам ему великий Арканум, он еще был уверен, что я стану его женой. Наглец! Я нагнулась и схватила пучок травы, выкопанной во время работы в саду, а могла просто фаерболом его жахнуть. Я швырнула ком земли в попугая. Вот так вот. Но тот вовремя вспорхнул с ветки. Лети, говорит, сказала я к своему хозяину и передай. Сман 88 поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает. Майкл, моей дочке через час нужно будет почитать сказку на ночь. Ты хорошо справляешься, так что потренируйся через час твою жизнь. Хорошо, час, 21-23. Дочке привет, респекте, папашка. А что касается великого Арканума, то скажи Магнусу, что он не показал себя таким уж талантливым правителем в старом мире и кто проверит, что он добьется успеха здесь. И некоторое время попугай молчал, описывая круги над моей головой. Видимо, он там прицеливался просто. В таком случае я возвращаюсь к войску, который ждет меня на восточной границе Арканума. Еще координаты пришли. Птица. С нетерпением жду возможности встретиться с вами на поле боя, моя королева. Ха! Птица. Щегол. Наверное, на юг надо идти. О! Проснувшись сегодня утром, я увидела письмо, лежащее на кровати у моих ног. Я вскочила и оглянулась, ожидая обнаружить в шатре постороннего. Все было тихо. Я слышала, как за стенами медленно оживает лагерь. Я подняла письмо. Оно было заклеено синей сургучной печатью в форме попугая. От кого это? Отбросив всякие сомнения, я сорвала печать, развернула лист, исписанный ярко синими чернилами. Послание было выведено таким изящным каллиграфическим почерком, что скорее напоминало картину. Эмилия Найтхэва. Во-первых, позвольте сообщить вам, что это письмо было доставлено мной лично. О-о-о-о! И, между прочим, вы ничего так. И хотя я позволил себе созерцать вашу красоту ночью, когда вы спали, уверяю вас, что вам не угрожала никакая опасность. О-о-о! Он почти, почти надругался над нами. Это не мой стиль. Нередко враги становятся ближе, чем любящие супруги, поэтому надеюсь, что вы узнаете мою истинную натуру. Я же, в свою очередь, мечтаю узнать вашу. Ах, подкатывает, а, яйки, а! О-о-о-о. Я уважаю ваше решение остаться королевой великого Арканума. Оно свидетельствует о невероятной храбрости. И все же я вынужден вновь сообщить вам о предложении моего хозяина. Моего хозяина. Крис Кунта. Так. То есть у тебя и аниме, и вот эта вот тема вся левацкая. Понятно. Прошу вас, откажитесь от кровопролития. Передайте командование своей армии, и вы останетесь в государстве, которое помогли основать. Ваше имя исчезнет из... не исчезнет из истории. Исчезло, потому что у меня курсор был. Очень просто сделать так, чтобы имя исчезло из истории. Просто курсоры и все. Ведь я изучаю историю, зная, что женщина, стоящая за троном, нередко обладает большей властью, чем мужчина, сидящий на нем. Ой, красиво сказал. Почему вы упорствуете? Зачем вы боретесь, мистер Эндерсон? Я видел ваше лицо ночью, когда вы думали, что находитесь в шатре одна, и различил в нем сомнения, боль и страх. Вы знаете, что не хотите быть королевой. Так почему же не дать великому арканному правителя, который не только умеет, но и любит властвовать? Прощайте. Надеюсь, нам никогда не придется встретиться на поле боя. Салимр ибн Вали Барат. А тот Барат, несмотря на любезный тон и увещевание Салимра, я понимала, что его письмо в то же время является умело замаскированной атакой. Он хотел подорвать мою веру в себя и одновременно пробудить во мне жажду власти. Но Салимр знал меня меньше, чем ему казалось. Меня не интересует власть. Все, что мне нужно, место, которое я могу называть своим домом, и мир. Ну и котиков еще. Какая она классная. Она очень классная. Да нет, друзья, ну почти 4 часа уже. 3 часа, 40 минут поиграли. Я утомился немного. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ